Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире состоялось очередное онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. Жители Шуши выразили озабоченность проблемой жилья. В Южном военном округе объявлено об освобождении всех захваченных в Арцахе азербайджанских солдат. Сюрприз Баку для Армении. Посол Франции в Грузии услышал в Ахалкалаке о социальных проблемах, с которыми сталкиваются местные армяне. Старое армянское здание Багеша в Западной Армении превратится в этнографический музей. Состоялось очередное заседание Национального собрания Западной Армении. На заседание присутствовали депутаты из разных стран. В ходе онлайн-заседания Национального собрания обсуждался вопрос, связанный с местом, датой и повесткой дня 6-го заседания Национального собрания 2-го созыва. Заседание состоится 18 декабря 2021 года в Лионе. Повестка дня была разослана вместе с приглашением всем депутатам Национального собрания Западной Армении, чтобы они заранее ознакомились и подготовились к обсуждению. Заседание провел председатель Национального собрания Западной Армении Леонардо Басмаджан. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс жительница Шуши Вардине Акопян сказала, что ей пришлось поселиться в доме престарелых в Степанакерте. «У меня было два дома в Шуши. Сегодня я живу в доме престарелых с пятью детьми. Руководство и весь коллектив хорошо к нам относятся. Однако условия для проживания не так хороши. Я прошу, чтобы нам предоставили удобное место для жизни, чтобы я могла жить там со своими детьми», – сказала она. Все военнослужащие азербайджанской стороны, взятые в племб в Арцахе, возвращены при поддержке российских миротворцев. И работа по возвращению находящихся в плену армянских солдат продолжается. Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов. Мурадов отметил, что считает работу по возвращению пленных гражданским долгом миротворца. «Как военный я понимаю, кто такие военнопленные, какие чувства они испытывают в плену. Я помню первый рейс, когда мы полетели в Баку. А по возвращении я увидел лица этих военнослужащих, когда они уже прилетели в Ереван, в аэропорт Эребуни. Это были слезы. Они не верили, что вернулись домой», – сказал заместитель главнокомандующего. В беседе с информационным центром ТАСС вице-премьер Республики Армения Магер Григориан, представляющий Армению в трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций, сказал, что заявление Алиева по поводу Зангизурского коридора стало неожиданностью для властей Армении, поскольку пока переговоры носили конструктивный характер. Алиев предъявил Армении ультиматум после того, как не было достигнута договоренности по некоторым вопросам на уровне вице-премьера в Москве. Он пригрозил применить силу, если Армения не объявит дату открытия коридора. Провалившаяся встреча вице-премьеров последовала за встречи в Сочи, в ходе которой Путин сообщил, что существует договоренность о создании демаркационной комиссии. Путин тоже говорил о коридоре, используя это слово. Посол Франции в Грузии Диего Колос прибыл с официальным визитом в Самцхеджавахете. Он посетил Ахалсихе, Нинонцминда, затем встретился с представителями общественных организаций Ахалкалаки. Целью визита посла Франции было ознакомление с ситуацией в Ахалкалаке. Представители неправительственных организаций рассказали о проблемах в области образования, экономики, инфраструктуры, правах меньшинств, а также социальных проблемах, с которыми сталкиваются армяне, проживающие в Джавахке, о подходе государства к различным вопросам, децентрализации и многих других вопросов. «Если я смогу понять, что происходит, то, может быть, я смогу сделать для вас что-нибудь полезное. И поэтому мне это интересно», – сказал Диего Колос. Историческое здание в городе Багеш в Западной Армении, в котором проживало множество цивилизаций с его 7000-летней историей, было превращено в этнографический музей, где около тысячи экспонатов проливают свет на историю города. Историческое здание отреставрировано и передано Министерству культуры и туризма. Музей спроектирован по стандартам современной музеологии. Помимо изделий ручной работы коренного армянского народа Западной Армении, здесь также представлены предметы старины, найденные во время раскопок города, которые отражают жизнь прошлого. Посетители музея имеют возможность изучить текстиль, изделия ручной работы, украшения, медные предметы и монеты, которые проливают свет на историю города. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.